здравствуйте друзья я очки специально делшим вопрос вам прочитать здравствуйте михаил меня зовут аня прошу ответить на мое письмо мне 25 лет живу в россии замужем трое деток умничка да какая-то не так давно пришла к выводу что страна в которой я родилась не подходит мне для жизни ну там какие-то у него причины и на то есть много причин с которыми я сталкиваюсь почти каждый день но не будем об этом мой вопрос заключается в том что так сложилось что только к 25 годам я поняла кем хочу стать в этой жизни чем хочу заниматься я хочу многие к 40 не знают это не так плохо в 25 знать дарить новую жизнь на данный момент я учусь в колледже по специальности акушерка вообще молодец правда я я очень поддерживаю здорово как можно устроиться акушеркой в америке может нужно переучиться понимаете как первым делом конечно надо решить вопрос легализации да то есть вы было право на работу а дальше уже можно выбирать какую работу планирую переезд ближайшие годы не хочу спешить может быть вы знаете как поступить подобные ситуации и так далее значит давайте мы поговорим конкретно про акушерское дело он у меня есть родственница близкая которая как раз вот по этой части то есть она в житомире было акушерской сестрой сначала это было не в житомире а в легендарном городе крыжополь потом значит это было в житомире но не суть важно а потом они приехали в соединенные штаты и эта женщина закончила какие-то курсики и начала работать потом уже работая потихонечку добирала еще курсы еще курсы еще курсы и еще курсы и она работает в госпитале в большом в большом госпитале и так вот акушерской сестрой и работает для того чтобы работнику медицинскому как бы среднему медицинскому персоналу начать заниматься тем же в соединенных штатах для этого нужно меньше как бы усилий потратить чем например врачу то есть врачу тоже как бы не совсем заново нам надо экзамены все там поздавать и значит там эту интернатуру того как это все называется я слов не знаю средний медперсонал гораздо проще адаптируется может быть правила какие-то более простые но тем не менее язык надо знать поэтому если вы хотите этим заниматься в соединенных штатах в первую очередь надо сказать себе я изучаю английский язык на таком уровне чтобы с пациентами разговаривать пойти пациент это же не диктор на bbc он может говорить на сленге он может говорить с акцентом любым хорошо если с русским а может говорить и с китайским и с индусским и и еще с каким-то и там афроамериканским у них тоже свой там какой-то то есть достаточно приличное знание языка подразумевает что еще вы должны ответить себе как вы приедете в соединенные штаты было некоторое время назад несколько лет назад была такая программа когда давали прямо грин карту среднему медперсоналу вот я не я не уверен есть и сейчас такое я последнее время не слышал может быть они уже набрались достаточно много и им уже не надо но во всяком случае была даже такая программа то есть люди приезжали в сша получали грин карту просто потому что они вот там нерсы я не уверен насчет там именно акушерской сестры но как конкретно новости лучше была такая программа вы без работы не останетесь это одна из самых востребованных профессий здесь все-таки должна должна быть разрешение на работу если речь идет о том чтобы получить работу в соединенных штатах право на работу через то что вы там работаете акушерской сестрой я не знаю и это нужно разговаривать со специалистами был когда-то форум такой назывался он russian doctors потом он переделался там был мужчина который все это запулил он был из ярославля доктор и этот форум стал называться ярославль . нет вот и там собиралось много врачей и других работников разного уровня медицинских работников и они обсуждали вопросы адаптации я честно сказать давно не не наблюдал не помню и не могу сказать если сейчас этот форум но вы можете безусловно пойти на более общий форум такой как вот у нас первая ссылка в описании к любому видео форум говорим про вес там очень много тем где люди с медицинским образованием обсуждают вопросы иммиграции и вы найдете там много много всего самое главное вы найдете там людей которые в соединенных штатах работают в медицине и врачами и медсестрами и там я не знаю может быть какие-то физи терапия какой-то там делать технишины там какие-то рентген технишины и так далее то есть там очень 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 много направлений поэтому я я думаю что в современном мире настолько несложно выйти на людей которые владеют абсолютно любой информации при том что они не против чтоб на них вышли понимаете они пишут и они отвечают на вопросы поэтому я бы так и сделал значит что желательно как бы вынимать когда вы обращаетесь к другим людям ни у кого нет сил иметь дело с людьми досужими понимаете одно дело чеку нужна помощь другое дело ему делать нечего и вот он ходит и морочит голову я это постоянно с этим делами поэтому как-то я уже привык что-ли вот это я стараюсь защититься а люди которые не привыкли они просто как бы мгновенно приходит такое шоковое состояние поэтому нужна помощь да кто же говорит поэтому вопрос который вы задаете он должен быть адекватен той ситуации в которой вы находитесь например если вы говорите там мне нужна помощь вот я хочу лучше понять вот что-то и это что-то случится вашей жизни там не раньше чем через пять лет нет ни у кого желание с вами разговаривать если вы говорите вот я там акушерская там сестра я хотела бы приехать в стены штаты там по профессии там туда-сюда что мне нужно делать и вам скажут тогда есть такая программа или была такая программа и через год открывается такая программа ну что-то что отвечает на вопрос который сегодня важен вот если нет такого вопроса который сегодня важен но читайте что люди пишут вы можете даже спросить и всегда есть желающие там потрындить но как правило люди которые хотят потрындить молча знают поэтому как бы в пользовании форумами это как бы как бы отдельная такая тема вот то есть если уметь пользоваться если чеку нужна реальная информация он должен научиться ставить вопрос так чтобы ему ответили и ответили по делу вот вот собственно и все значит и знаете я когда читал этот вопрос вот я вам с бумажки зачитывал вопрос был оставлен на форуме на сайте залив . org и там такая фотография я думаю ну как же так 25 лет а а на фотке может быть там 14 знаете ну такой ну совсем ребенок такой замечательный сладкий и я вот хочу сказать девушки значит я пойду имя уточнил мне не хочется ошибиться с именем она ее зовут анечка я я хочу сказать что как здорово что вот есть такие анечки у которых трое деток и которые молоденькие и которые хотят посвятить себя тому чтобы помогать людям рожать деток и и это так здорово что у меня про переполняет всего потому что кто из нас вообще в 25 лет ну не то чтобы мог себе позволить но но мысленно даже думал о том что скажем иметь трое детей там это не чересчур пойти и вот вот радость от этого такой испытывать и даже захотеть посвятить себя этому делу я я считаю что это очень очень здорово и независимо от того в какой стране вы живете вот очень здорово и если мы еще говорим об иммиграции то конечно существенно вот чем занимается папа этих троих детей и в профессиональном смысле да потому что это же не то что вот там медработник там эмигрирует это же семья и мне есть такой человек такой человек они чем-то занимаются но в принципе работаем медсестры она настолько универсально смысле географически универсально вот куда не поедешь есть работа и она неплохо оплачивается вы должны только понимать еще что в госпиталях например там есть такое понятие как синьорите то есть кто раньше пришел грубо так и люди которые раньше пришли больше проработали и так далее у них есть какие-то может быть там преимущественные права это не только в госпиталях это и в полиции там еще где-то допустим если там ночная смена да то человек который раньше пришел и больше проработал скажем меньше окажется в ночной смене если он не хочет оказаться в ночной смене и так далее я я не знаю этот вопрос глубоко то я даже не претендую что я знаю хоть как-то но просто из разговоров с людьми которые работают в госпиталях я знаю больше чем одного человека вот и вот вопросы смены за в какой смене ты работаешь там никогда не каждый любит там работать специфически в ночной смене есть ситуации в которых ты работаешь там может быть даже несколько лет работаешь и вся твоя работа состоит то что ты работаешь в ночной смене в ночную смену да поэтому такое тоже бывает и это тяжелый физический труд тоже бывает вот там где-то надо переворачивать людей где-то надо их быть может быть там в зависимости от квалификации от задач там и так далее но это тяжелый труд тяжелый он не только там может быть морально где-то когда ты видишь чужую боль или когда ты собственно и смерть иногда видишь и так далее да тоже надо надо иметь в себе силу с этим иметь дело но это и физически тоже тоже труд такой я знаю людей которые ну скажем так будучи не намного старше 50 оказывались на инвалидности потому что у них начинались проблемы с суставами у них начинались проблемы с там я не знаю с костями там еще с чем-то вы можете сказать что у них может быть и так бы это все было даже если бы они не были там в медицине в госпитале и так далее наверно я не знаю я не врач но я понимаю что когда нужно ворочать там тяжести когда нужно работать по ночам это тоже ослабляет здоровье ослабляет иммунитет и так далее то есть все это все это накладывает определенный отпечаток поэтому в общем имейте в виду понимаете это вот чтобы не получилось знать как было молодые девочки они смотрят на актеров они гай смотри как он вышел как он и кланяется как ему святые кидают на сцену а дальше выясняется что там часами тренировки и тренировок репетиции и подсиживания и главная роль тому а это роль сему и сколько там стресса всякого и в общем дряни настоящие тоже присутствует путь тяжелый поэтому я с одной стороны хочу поддержать с другой стороны я хочу предостеречь там там много-много сложностей и и преодоление этих сложностей это в общем то может быть тоже один из факторов которые делает этот путь может быть более таким удовлетворяющим и счастливым и во всех отношениях как тем путем по которым может быть вы и хотите идти то есть я я надеюсь что вы не ожидаете что это легкий путь вот он не легкий но он конечно замечательный совершенно счастлива анечке и всем мамам с детками вот и и папу тоже а чего папа папа тоже между прочим между прочим и дедушки с бабушками чтоб вы знали тоже непосторонние в общем за деток и за вам особенно из-за тех кто помогает деткам появиться на свет ура